приветствую вас на канале а смотри play мы играем в коллапс игра очень старая но очень я вам скажу интересное и так мы прошли в логово зеленого змея часть у нас 6 а я да это какой-то новый за новым ключом по моему если не ошибаюсь ключ разлома нас отправили забирай вот и посмотрим сейчас каково это да x что его так вот ни хрена себе на давайте посмотрим что у меня тут есть чем подкрепиться смотрите-ка есть все-таки он лучше прыгать так так чем я с оружием беги-беги и хрена мне кстати сейчас на автомат да лучше перейти потому что мне хрена что издалека надо бы сейчас а там нет это желтой и хернюшки вот нигде такого ничего нету блин вот немного но согласитесь она похожа на халфлай на халву проще говоря да еще как похож на так это кто кто по мне стрелять теперь ни фига себе я слышал огонь на поражение за что все снайперы я понял вас минуточку это у меня чего-то автомата так тихо давай вот так патроны взял но я птичку блин три аптеки у меня три аптечки блин эти мешок иного газы баллон сердце в голову кто там сердце в голову я создам в голову так а способ нашего сегодняшнего показа а коньячок на итак у нас уроки так что прошу прощения сейчас восстановлю да у нас уроки да и я очень общительный человек поэтому поэтому как-то так что-то 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 месиво какое-то намечается так так теперь и в халю оставляй это мы уже изучали спокойненько так так подожди немножечко так 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 ой что-то было а это у меня этот восстановить он там клон мой нужно время чтобы восстановить так и чё у меня тут есть ничего такого родом да исследовательский комплекс ходят слухи тут был еще один крутой парень его называли якиром одним словом якорь это морской термин это чё кто-то из военнослужащих морфлота писал так ну что-то где-то парень его звали я не корр одним словом якорь ну тормоз да вот видите все таки да какой-то военнослужащий морского флота писал потому что у них этот термин что-то пользуется в ходу и в обиходе вот видите небольшое познание вам в ленту я там лазил а закрыли ход просто да блин а я перепугался хотя с другой стороны закрыли чё-то ну и хрен на вас так подожди давай сюда хопа туда же на фарш думаешь я тебя не зарежу да да так же что думаешь с вами мудоха здесь будут да так с ними вроде покончено да так на вот этот огненный меч блин не успел зарезать по крайней мере жизни с него вымутил это ладно так что их здесь дофига да должно было быть игра сама же устанавливать или заложено уже столько сколько их должно быть или они бесконечно валя до тех пор пока я не свалю отсюда вот тоже интересный вопрос конечно который стоит задаваться если вы играете в игру соответственно если вы играете в игру а вот а вот 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 а и вот а и есть пулемет какой-то смотрите охренеть не убег извините меня на меня тут пулемет пугать 2 пулемета блин надо сейчас я уже понял примерно как-то на делать это надо фантом оставить по-другому никак а самого быстрее успевать иначе отсюда так где так где ты покажись так два раза вот так мне теперь как-то туда пробраться сейчас два раза через мягкий знак а он и не дает что-то не дает так все понятненько куда ты уйди ты на короче что-то пошло не так что-то пошло не так блин я не знаю как заводить может их не надо валить первоначально давайте посмотрим и вот под конечком замечательно играть я вам скажу вот так на щас так сделаем его ребята сделал ты делал на два раза на через мягкий знак а вот она чего ворова оружия так 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 подожди на все вас я подбил подожди это что временный эффект был так минутку ну бывает бывает теперь ты уже понял что куда надо бежать что делать и как вас хреначить сейчас я вас всех за хреначу так этого за хреначи ой ты мне еще говорить будешь кого-то там это я так куда ты давай-давай-давай на вот так разбить разбить давай да все с этим у меня походь я дачек сейчас на мины главное не наступить они падают в траве кроются давай так спокойно держите его под прицель вот еще подождите где снайперы смотрите-ка у меня еще одна пушка есть даже не знаю подожди я одну вещь хочу проверить очень чем тот автомат взял конечно я дико извиняюсь . да проверю нет от ракетница есть и ракетница смотрите жизни здесь в каждый уголок на заходить чтобы но либо получить меня да еще желтую ну поняли дачу да упала надо внутри как я понимаю все равно ничего нет я то попасть не могу потому сейчас на пера где-то . да подожди ты . так . да . ой 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 . так . так . да хреновки вам . утром . а . . . . . . так это не то маленько это должно быть раз снайперы кушай кушай давай если хочешь куда-то идти кушай да вот такие проблемы с ребенком да подожди ты ладно это какой-то сложный участок попался сейчас мы его решим на 1 2 давай 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 Продолжение следует... 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 Елена, расскажи мне подробнее о саркофаге. Саркофагом называют огромный железобетонный комплекс, который был построен вокруг аномалий в целях безопасности. В то время еще не знали, что представляла собой дыра. Среди ученых ходило много гипотез, но ни одна из них не подкреплялась фактами. Аномалию невозможно было изучать из-за отсутствия надвижащих технологий. Но саркофаг был построен отчасти для того, чтобы скрыть от общественности горькую правду о неудачах, отчасти, чтобы создать видимость какой-нибудь деятельности. После вспышки строение очень изменилось. Бетон приобрел странные пластические свойства. В некоторых местах он попросту расплавился, превратившись в бесформенную массу. К счастью, вакуумные палаты были изобретены еще до вспышки. Поэтому нам удалось взять образец вещества и заняться его изучением в более безопасном месте. Так, понятно. Что такое вакуум? Что такое вакуумные палаты? Это оборудованная специальной аппаратурой огромное помещение с пониженной гравитацией. Первая такая остановка примыкала непосредственно к аномалии. С помощью разработанной Зиновским технологии членения энергопотоков и инфекционных полей удалось отделить небольшую часть субстанции дыры. Позже эти помещения использовались для транспортировки серого вещества, а также для воздействия на него различными видами энергии. Ты сказала, что слепых оракулов держат в одной из вакуумных палат. Где находится это место? В резервном исследовательском комплексе, но там сейчас Зиновский и очень много элитной охраны. Думаю, туда соваться не стоит. А мне приходится. Не стоит. Слушаю тебя. Ты можешь подробнее рассказать о слепых оракулах? На свалке ходят о них легенды, но я как-то мало верю в подобный бред. Маленькая слепая девочка и коллега в инвалидной коляске. Единственные, оставшиеся в живых после вспышки. Вы пока не в силах объяснить этот феномен. Живые организмы раньше просто распадались на атомы при воздействии на них терраэнергии. Но эта пара – исключение. Коллега был найден в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного панельного дома. А девочка пришла к нам сама. Вернее, она пришла к коллеге. Она сказала, что искала именно его. Эта странная парочка ослепла вследствие вспышки. Но других физиологических отклонений у них первоначально замечено не было. Сенсацией стало открытие некоего вещества – батурина – в клеточной основе их ткани, благодаря которому им якобы удалось остаться в живых. После тщательно проведенных исследований выяснилось, что процесс старения клеток практически остановился у слепых. Некоторые их органы, такие как печень, сердце и легкие, со временем деформировались, а желудок так тут попросту исчез. Вначале мы были потрясены такими глобальными изменениями за достаточно короткий срок. Но каким же было наше удивление, когда оказалось, что подопытные вполне адаптировались к окружающей среде и чувствовали себя прекрасно. Слепые – одна из величайших загадок нашего времени. И сколько бы я ни рассказывала о них, этого будет недостаточно для понимания сути. Для того, чтобы понять, кто они, их нужно тебе услышать, Родан. Понятно, короче, час. Минутку. Нету? Ну прям ничего нету. Двою мать. Нету, что-то... Что вот здесь вот могут храниться. Ладно, раз здесь нету. А что у нас еще? Два звонка осталось. Елена, я у железнодорожного вокзала. На теплый прием не рассчитываю. Да здесь таких приемов и не бывает. И все же мне интересно, чем же Зиновский купил этого толстяка? А чем же еще можно купить человека на свалке? Конечно же, свободой. Каждый хочет выбраться отсюда на большую землю. Но стены периметра непрошибаемые. И пока объявлен карантин, шансы у зараженных нулевые. Зеленый нужен ему, потому что имеет разлом. После того, как Зиновский получит ключ, он забудет о своих обещаниях. Все эти люди являются живыми свидетелями его преступлений. И он скорее выпустит в воздух еще десяток Б-13, лишь бы избавиться от них. Думаю, разлома ему не видать, как собственных ушей. Фантом. А у меня фантом и вакуум. Давай, пойдем. Ой, ешеньки, е-е-е. Где ты? Я пожарил котлеты. Опять бой. Смотрите, уже все подготовлено для взрывов, аэрообороны. Вон там газовый, по-моему. Ладно. Что ж. Хочешь стопнуть быстро? Кто тут еще? Ой-ой-ой. Да. Аж подбросило, да? Да. Так. Сейчас окружит, подожди. Так. Давай. На. Вот так. Давай. они там еще блин так так на подожди кто-то меня атакует я правда пока не вижу кто кто-то хочет меня атаковать это я слышал так куда я не вижу вас на папах так есть шанс что-то найти да подождите типа секретная область даже не знаю что такое подумают автомат ладно как будто не было сейчас дробовик всякая хрень меня интересует желтые эти штучки есть нет у вас которые мне жизни прибавляют сделала давай показывать что у нас здесь папах минутку так возвращаемся так это что выстрел а след от выстрела здесь что это ты хрипел пилот что сделать такого чтобы ты наконец подох это похож на который с руками то был электронными а я смогу да до него добраться то сейчас а я смогу да до него добраться то сейчас так как минутку так теперь идем жизнь пополнять просто пройти не могу ладно вот так вот так папа стоять так вот так вот на на ну так то вроде правительство закрывала глаза на свалку только потому что контролировал ситуацию через лордов нету я никогда никогда не выполнял поручение тебя должен быть я был слишком маленьким его здесь давно не было маленьким человек не убивай меня рода я все скажу я скажу все что ты хочешь давай ты представляешь и чтобы чтобы он со мной сделал если если бы я отказался кто это там наверху кто-то наверху убили надо тоже видел что там кто-то был так вы получили энергоудар разлом это то что он хреначем жизни есть это все есть только не понял кто-то но булькать я слышу но против кого ни хрена себя я и не видел да так получается мы чё тут пол взрывали но ничего я не вижу чтобы что-то было давайте глянем что с другой стороны папах понятненько я понимаю нам надо разлом наш применить уже ладошки ладно да щас вообще не то на вот так 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 вот так вот так это это еще нормально да блин винтовка то хорошие терять неохота так вот так что да откуда не вижу вижу получил давайте жизни возьмем блин я прям слышу что где так вот а вон он все блин от хорошая штука у меня нету к ней вот так вот надо было их уничтожать и хреначить вот так надо было говоря все теперь всем понятно да как на хреначьи то вот вот вам помощники будут так ну-ка давайте-ка такая хорошая штука терять же не хочу вот это патрончик это последнюю минутку никого и ничего такой пистолет дробовик автомат это со второй стороны получается плюшки нет все есть взял но а вот она вот что я искал а у меня полный все понял минутку так кстати как там у тебя дела зиновский был не очень доволен твоим отсутствием все нормально он что-то подозревает но я вне подозрения да уж до поры до времени я думаю он не настолько глупо елена понимаешь бросала бы ты это все к чертовой матери я имею ввиду зиновского и его свиту мы бы смогли закончить эту историю с ключами вместе зачем ты должна подвергать себе опасности ну как бы это я не могу рода поверь хотела бы но не могу вставать до связи ну черт так убираем так убираем так ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ну пойдем а я не могу да сесть нет не могу думал за пулемет сяду кстати с двух сторон убрал нет только с одной а так думал с двух посмотрите у каждого какая-то за мной это заначка была аудрявого интересно знать что так 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 тихо 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 подожди что тут есть ради чего есть сыр бор понятненько идиотизм процветает мне вниз значит так где ты так с этим у меня проблем нету с уничтожением а я думал еще одна зеленая штучка аж обрадовался а нет смотрите-ка минутку минутку меняем взяли к жизни есть патроны взяли кто еще тут остался так легко что ли да нет я потратил что где-то когда-то так что у меня за задание о ну-ка рассказать что ты знаешь о сделке зиновского с железным лордом пишем читаем не совсем сделка а скорее вынуждена необходимость сообщение о широкомасштабной внеплановой правительственной проверки застала зиновского врасплох он не был готов к такому повороту событий зиновский не мог себе позволить чтобы правительство узнал реальные результаты его исследований поэтому уже тогда задумал избавиться от ненужных свидетелей уничтожив почти весь научный персонал с помощью вируса б-13 он отправил охраняемый обоз в подготовленный заранее бункер а сам занялся устранением свидетелей и подготовкой к отправке на большую землю первоначально объявление карантина не входило в его планы но всего предусмотреть не удалось к тому же некоторые агрессивно настроенные оппоненты из правительственных кулуаров давно копали под нашего профессора поэтому пришлось идти на крайние меры доказывать что вирус появился именно из дыры предоставлять образцы и требовать объявления карантина все кому якобы удалось спастись из лабораторий а это несколько ученых с мировыми именами подтвердили слова зиновского с одной стороны карантин закрыл множество ненужных вопросов и сделал недавнего подозреваемого почти героем зиновский рьян а бросился спасать мир от новой опасности организовал несколько исследовательских групп по данному вопросу которые кстати дали неплохие результаты через некоторое время с другой стороны полковник который остался на свалке с такими ценными артефактами отказался передавать их владельцу потому что все прекрасно понимал карантин обрекает его на гибель этим полковником и был железный лорд родан и артефакты остались на свалке вот и все что можно рассказать о сделке так зачем тебе это надо мне как то не по себе от мысли что ты находишься рядом с таким человеком тебе нужно бежать оттуда пока еще не поздно послушай родан если я сделав шаг тут же стану пятиться от создавшихся трудностей то в лучшем случае останусь на месте но ведь смысл это направление к смыслу нужно стремиться я не могу отступить теперь когда столько уже сделано у каждого из нас своя дорога своя судьба и мы должны пройти ее до конца я надеюсь ты считаешь так же ну да наверное ладно будь по-твоему давай закрыть смотрим так кто здесь есть черного брата получается выходить так минутку я нажал открыл получил сюда доступ здесь у нас хрен да ни хрена и ни хрена нету да и сейчас получается мне обратно надо идти что ли или что или по верху как то надо это слишком глупо было бы ну давай куда это меня тропинка заведет минутку так так давайте осмотримся немного на два патрона на хрен из нормальной пушки и все у меня напрягла от улетающая хрень до этого ее не было что у нас здесь ой 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 минутку да неплохо неплохо скажу я что-то должно произойти что ли давай вторую вторую снял на так 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 это это восстановилась у меня на так что-то взял пока еще не знаю чего ну что-то взял нормально расправляюсь нормально надо было бы у нас использовать демон это я куда попал в обход можно обойти это вот элитные войны которые говорили на так где-то что-то открылась или опустилась или опустилась так вот здесь наверное а ну серьезно а смотрите-ка путь к южному вокзалу я обязательно стоять с ними воевать если есть путь ну что ж я думаю на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставлять комментарии и увидимся в следующем видео пока пока